С прошлого моего видео такого формата прошло около полугода, и я была приятно удивлена тому, что люди лайкали это видео, и оно собрало достаточное количество просмотров, для меня это очень много. И самое приятное — это комментарии, которые оставляли люди не просто со словами поддержки, а люди делились своими историями, с помощью которых они могли высказаться и поддержать друг друга. И для меня это вообще суперпоказатель, и я очень этому рада. И если вы в числе людей, которые страдают такой же проблемой, то я желаю вам скорейшего выздоровления. Ну а мы переходим к этому видео, и тема этого видео будет о том, как я забила на своё расстройство и в целом забила на лечение, что категорически делать было нельзя. Начну, наверное, с самого начала. Я начала своё лечение в феврале месяце, в феврале 2022 года — это около 9 месяцев назад. И всё было более-менее хорошо. То есть моё лечение состояло из медикаментозного и проработкой над собой. То есть я не работала отдельно с психотерапевтом и с психологом, я старалась вылезти из этого сама, а медикаментозное лечение просто мне помогало. Из таблеток я принимала транквилизаторы, антидепрессанты и нейролептики, так называемые феназепам, мертел и сенопакс. Хочу сказать, что в самом начале моего лечения у меня было очень много проблем, с которыми я очень сильно хотела бороться. То есть помимо того, что у меня было тревожное расстройство, оно включало в себя ещё и абсурсивно-компульсивное, фагофобию, то есть боязнь глотать, вечную ипохондрию и депрессивные эпизоды. Конечно же, будучи уже на том пике, я не могла больше жить с этими проблемами. И я очень сильно работала над собой, очень сильно работала над тем, чтобы выздороветь. И моё лечение проходило более-менее хорошо, и буквально через пару месяцев, даже через месяц, наверное, медикаментозного лечения я смогла есть. Я смогла есть твёрдую еду, то есть раньше я не могла, а через месяц я смогла есть. И моя ипохондрия, она почти ушла от меня, тревога была на минимальном уровне. И всё было хорошо до октября месяца этого года. То есть моё состояние ремиссии продлилось около полугода, если я не ошибаюсь, может быть, чуть меньше. В октябре я начала замечать за собой те же самые симптомы, которые были у меня в самом начале расстройства. То есть мне стало тяжело появляться на людях, у меня была постоянно тревога, моё ОКР усилилось. Я не могла кушать даже в тех местах, в которых мне комфортно. Ну, короче, всё просто вернулось на свои места. И, конечно же, после этого звоночка я позвонила своему психотерапевту и назначила встречу. И очень сильно он меня ругал за то, что я не соблюдала те условия, о которых мы говорили, которые мне помогали вылечиваться. И сейчас я хочу подробно поговорить о том, что делать категорически не стоит во время того, когда вы проходите лечение. Первое — это думать, что таблетки всё делают за вас. То есть моя ошибка была в том, что я думала, если я болею и пью таблетки, то таблетки всё сделают за меня, а мне просто нужно лежать и ничего не делать. Нет, это не так. То есть в моём понимании это было что-то по типу «я болею гриппом, мне дают таблетки». Моя задача — это просто лежать, отдыхать и давать организму восстановиться. Но в расстройстве такого нет. Это не вирус, который излечивается только лекарствами. В расстройстве самая главная часть — это вы. То есть таблетки дают вашему организму всего лишь условия для выздоровления, а всё остальное — оно лежит только на вас. Второе — это пустое время. Как мне объяснял мой психотерапевт, когда ты болеешь каким-то расстройством, это может быть любое расстройство, тебе нужно просто пересмотреть всё своё качество жизни и сделать так, чтобы у тебя было минимум пустого времени, чтобы, точнее, его совсем не было. Что такое пустое время? В пустое время нужно отличать от свободного времени. То есть в свободное время входит отдых, просмотр фильмов, которые вам реально нравятся, просмотр сериалов, которые вам реально интересны, чтение книг или что-то типа такого. Пустое время — это когда вы просто сидите в TikTok или ставите ленту и приёте в потолок, и ничего абсолютно не делаете. То есть у меня такого времени было достаточно много. И здесь есть вот эта вот граница, как отличать отдых от просто ничего не делания. Как это отличала я? После целого дня, допустим, активности мне нужно было отдохнуть, и в этот момент мне обязательно нужно было отложить свой телефон, просто лечь и поспать, или просто лечь и реально отдохнуть 20-30 минут. И всё, этого мне хватало, когда я ни о чём не думаю, когда моё тело реально отдыхает, и вот так вот это должно работать. Очень важно здесь иметь чёткий тайм-менеджмент. И на это, конечно же, я тоже забила, потому что были ещё и летние каникулы, я уезжала к бабушке, я ничего не делала абсолютно, ну, потому что я поймала расслабон, и такая, типа, ну, мне всё равно, типа, что будет, то будет. Я ничего не делала, и пустого времени у меня была куча. И это ещё одна ужаснейшая ошибка. Третья моя ошибка — это режим сна. На самом деле, режим сна — это такая щепетильная тема, в которой нужно разбираться, на самом деле, потому что всё очень индивидуально. И когда я только начала принимать лекарства, я тогда страдала фагофобией, то есть я не могла кушать, я очень сильно похудела. И тогда мой психотерапевт сказал мне, что когда я начну пить лекарства, мой организм будет просить больше сна на восстановление, и это нормально. То есть нужно давать ему то время, которое он хочет. Типа, когда ты хочешь спать, обязательно спи. И вот так должно было продолжаться пару месяцев, пока я не приду в себя, не восстановлю свой вес, и потом идти по нормальному режиму. Я, конечно же, опять этого не сделала. То есть, конечно, да, во время того, как я только начала принимать лекарства, я очень много спала. И когда мой вес пришёл в норму, когда я уже смогла кушать, я всё равно оставила прежний режим сна. То есть я могла засыпать в 2 часа ночи, просыпаться в 2 часа дня, и то, если меня будили. А если меня не будили, я могла просыпаться в 4-5, и мне это было нормально. Я знаю, что это не очень, я знаю, что это вообще ни к чему меня не приведёт, и это ужасно для качества жизни. Но я вообще абсолютно ничего не хотела с этим делать, и просто забила. И просто вот буквально с весны до октября месяца я вела такой режим сна, за что мне тоже очень сильно поругали. Мне сказали, что так тоже делать нельзя, категорически делать нельзя. То есть ты пришла в свой нормальный вес, тебе уже не нужно постоянно спать, чтобы воплотить вот этот энергозатратный период. Нужно брать себя в руки и восстанавливать режим сна, потому что когда вы спите слишком много, выделяется слишком много энергии лишней. Короче, я не шарю в этой теме, он мне объяснял, но я так и не поняла, потому что, ну, я реально не поняла. Но, короче, спать много тоже нельзя, это очень вредно для здоровья, и это тоже очень сильно влияет на то, как поведёт себя ваше расстройство. Четвёртый пункт — это кофеин и алкоголь. Когда мне выписывали лекарства в нашей первой встрече, мне мой психотерапевт сказал строго «Никаких наркотиков, никакого никотина, никакого алкоголя и никакого кофеина, забудь про это». И тогда я подумала, ну, я не курю, я не пью кофе, потому что я не люблю кофе, но алкоголь, конечно, я выпиваю, но не критично. Тогда я подумала, а, ладно, это так легко, типа, я не буду пить, чего мне этого стоит? Но на самом деле это оказалось очень тяжело, потому что как раз-таки в сентябре я очень сильно подсела на кофе. Я поняла, что это очень-очень вкусно, и пила почти каждый день по одной, иногда даже по две чашки кофе. Начала пить алкоголь, потому что, ну, знаете, я сделала скидку на что будет от одного раза. На самом деле так вообще делать нельзя, и вот после этого меня начало жёстко штормить. Именно моими паническими атаками и тревогой из-за алкоголя на будущее вам. Если вы лечитесь от расстройства, не надо, не надо, пожалуйста, не надо. На моём опыте так делать не надо. И, наверное, последний пункт в этом видео — это желание. Желание вылечиться. У меня это желание было в начале моего расстройства. Прям ярое желание, мотивация что-то делать для того, чтобы чувствовать себя нормальным человеком. Летом — это желание... Ну, как бы она не исчезла, она всегда была. Но оно было, знаете, такое без мотивации. Я знала, что я хочу вылечиться, но я ничего для этого не хотела. Ко мне приходит сестрёнка сейчас, и поэтому, если услышите звук домофона, то упростите меня, пожалуйста. Так вот, не было у меня мотивации... Так вот, не было у меня мотивации, я не хотела ничего делать, я жалела себя. Я лежала на кровати и думала, как же я не хочу ничего делать, мне так тяжело, мне так лень. И вот, кстати, лень играет очень важную роль здесь. Мне постоянно было лень что-то делать, поэтому я этого и не делала. И, конечно же, когда я всё это рассказывала своему психотерапевту, он просто с разочарованием смотрел на меня и говорил, ты же понимаешь, что из-за того, что ты забила, тебе придётся сейчас лечиться с самого-самого начала. И я просто думаю, господи, неужели все эти девять месяцев они прошли впустую? И он сказал то, что да, они прошли впустую просто потому, что ты забила, ты расслабилась, ты взяла перерыв. А важно помнить, что у расстройства нет перерыва. Если ты берёшь перерыв, то расстройство перерыв не берёт. Оно работает всегда и мешает жить тебе всегда. Пока ты ленишься и прохлаждаешься, оно съедает тебя и твоё качество жизни. Я поняла это не сразу, я думала, что это не так. Я пыталась перекинуть всё на лекарства и вообще допустила кучу ошибок. И сейчас моё лечение началось с самого начала. То есть я тоже пью транквилизаторы, снова пью мертозапин, называемый мертелом, и снова пью сенопакс. Вот так вот. Что я хочу сказать этим видео? На самом деле всё не так круто и гладко, как вы думаете. Расстройство — это очень тяжело, очень энергозатратная штука, очень сильно она мешает тебе жить, съедает тебя. И постоянно в тебе идёт вот эта борьба, нужно тебе это или не нужно, хочешь быть ты здоровым или не хочешь. И просто нужно брать себя в руки. То есть если ты хочешь плыть в сухой лодке, в которой есть пробоина, тебе нужно грести и вычерпывать оттуда воду. А если ты устанешь и не будешь этого делать, то ты просто потонешь. Это, кстати, он мне привёл такой пример. Вот, и поэтому я его сейчас везде использую. Но это правда так! Это реально так работает! Я не знаю, как ещё это объяснить. Сейчас просто я начинаю, да, лечение заново. И я, да, конечно, я этому расстроена, но что поделать, я правда хочу быть здоровой. Я правда желаю всем вам быть здоровыми. И, пожалуйста, соблюдайте все эти правила, которые говорит вам психотерапевт, потому что врач, который лечит вас, знает лучше. Если вам повезло, и вы нашли психотерапевта, который реально годный, реально знающий, то, пожалуйста, соблюдайте все его правила, которые он вам говорит, потому что он знает лучше. Не забивайте на своё лечение, не теряйте мотивацию о том, что вы хотите выздороветь. Это вам поможет на самом деле. И если допускаете ошибки, потому что, да, конечно, я понимаю, что все мы люди, все мы допускаем ошибки, то не забрасывайте это, как я. То есть, да, не выпили лекарство один день, окей, это не так критично, но продолжайте пить и дальше. Выпили алкоголь или кофеин в один день, ну, окей, хотя это нельзя было сделать, но больше так не делайте. То есть всегда живите по правилам, и в конечном итоге вы выздоровеете, и нужно в это верить. И, в принципе, тайм-менеджмент, который помогает нам при лечении расстройства, пригодится нам после того, как мы вылечимся и повысит наше качество жизни, потому что, ну, это так и есть, мне кажется. Это очень прикольная вещь, и занимайтесь собой, занимайтесь любимым делом, ищите себе хобби, находите себя, и будьте здоровы. Спасибо за внимание, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok